всем всем доброе утро с вами наша программа открывашка на волне 101 и 0 fm сегодня с нами миша летун и софья занько а также с нами наш коллега владимир сметанин доброе утро всем ребята доброе утро как настроение неплохо несмотря на то что хорватия вчера не проиграла в матче да да мы все болели были слышны крики было и радостно и грустно но все-таки к сожалению мы проиграли но все-таки можем дать какую оценку нашей нашей сборной нашей игре понравилось в целом да они молодцы вот я как раз тоже на стороне тех что наши как раз таки молодцы хорошо себя показали да ведь миш так бегали просто отлично и сегодня у нас тоже спортивная тема сегодня с нами гости из ледникового периода дети зоя пистова за и скажи привет привет всем и ее ну как вы можете назвать партнер партнер да дима симонов всем привет привет дима привет зоя вас слушатели тоже наш приветствует также у нас еще сегодня сергей пистов это папа зои доброе утро для поддержки так сказать да но у нас сегодня два именинника это дима симонов и отец зои сергей пистов и в честь этого диме мы дарим прекрасный подарок рисуй светом дим получай ура спасибо сразу начнем с праздника такого что получит папа зои а сегодня у нас детская программа и к сожалению папа зои ничего не получит но он получит удовольствие от общения с с нами и может что-нибудь о своих детях новое узнает я не знаю может что-нибудь скрывают ну что ж как настроение хорошее но ваше мнение тоже о футболе хотелось бы спросить дим ты болельщик футбольный ну я да смотрел вчера матч я очень болел за наших болел молодец дома у телевизора да но я на даче смотрю а ну все равно дома дома у телевизора что скажет сергей болели да мы болели мы вместе зои и с нашим сыном федей в метрограде на фан-зоне и в присутствии наверно 300 400 человек смотрели обнявшись за этим зрелищем было замечательно скажите как живые ощущения ну потрясающе несмотря на то что наши проиграли самый последний момент буквально чуть-чуть не хватило все расходились с приподнятым настроением с оптимизмом с каким-то незабываемыми эмоциями от полученного ну ничего да миша что-то хотела только построили фан-зону и уже наши перестали играть ну в целом то мы я повторяюсь да наверно все таки молодцами можно признать наших спортсменов ну ладно хорошо не будем долго на этом останавливаться просто мы же всегда верим и надеемся что наши спортсмены будут добиваться больших-больших высот и вот мы в данной передаче будем надеяться на то что однажды дима и зоя возможно выйдут вернее взойдут на самый выстокий пьедестал тех же олимпийских игр или чемпионата мира ну естественно по фигурному катанию так что мы надеемся на вас они уже участвовали в одной программе даже больше я думаю да расскажите как участвовали к дачину почему пришли как выбрали может какие то есть впечатления вообще-то имеешь ввиду занятие спортом занятие фигурным катанием занятие фигурным катанием не стесняйтесь разговаривайте зои пожалуйста ну наверное нужно начать с того сколько все таки ребятам лет да сколько вам лет представить под девять десять всего не исполнилось да понятно так вот скажите мне это наверное такой большой стресс каждый день тренировки выходить на лед вот скажите как вы себя чувствуете после этого ну если на немного усталости но в целом все хорошо нравится чем занимаетесь да а в каком возрасте зоя ты вот если мы говорим о тебе пришла именно фигурное катание это первая встреча была с кем с тренером со льдом какие-то эмоции испытала можно поподробно в четыре года я начала заниматься и первым тренер можно озвучивать конечно когда светлана николаевна с чего вообще начинается вот занятия тренировки по фигурному катанию какие какие элементы чему учится в первую очередь фигурист скольжению есть разные задания чтобы ну лучше скользили по льду а потом когда уже все хорошо получается более сложные элементы начинаем тренировать понятно а что твое любимое ну вот что ты делаешь с таким пониманием и чувством что тебе нравится прям вот выходишь и можешь сделать это даже закрытыми глазами наверное это шаги между элементами не сами сами элементы чтобы набрать скорость да можно так сказать а можно выяснить принципиальный момент вообще вот перед тем как заниматься фигурным катанием на коньках кататься надо уметь вообще стоять на них да надо вот дима такой да точно всегда думал что если отдают ребенка фигурное катание то его там собственно первую очередь и научат кататься нет оказывается не так но сначала нужно сначала нужно все-таки освоить до коньки так получается что вы в четыре года пришли фигурное катание на коньки на коньки то когда вы в первый раз вообще встали я уже не помню в том возрасте воспоминания не сохранились сергей вот у меня к вам вопрос вот так тихо сидите мне хочется спросить да вот смотрите как вы отправили своего ребенка не боялись что она там упадет или я не знаю не сможет стать что скажет и не нравится или тренер не будет хороший вот объясните свои переживания чувства ну я хочу немножко рассказать как раз пришла в четыре года абсолютно не умеешь кататься и первое время она по льду просто на коленках ползала потому что стоять она на коньках абсолютно не могла наверное это продолжалось может быть два-три месяца потом стало более уверенно и конечно боязнь вначале было а потом все улетучилось и пошли мы в коньки заниматься потому что пошла старшая сестра и мы за компанию вот старшая сестра уже не занимается мы продолжаем хорошо младше получилось интересная история виша хочет дима а ты во сколько стал на коньки четыре года тоже да получается вот вы партнеры сейчас да партнера партнерша ну понятно хорошо скажите вот скажите мне когда вы стали ну выступать вместе заниматься может быть я четыре года занималась одиночным а и только год мы катаемся в парном катании то есть получается ты с четырех до восьми лет да была одиночница как это понятно говорить важный вопрос это вот трудно вместе или легче по отдельности или вместе все таки но по отдельности все таки немножко легче потому что надеешься на себя да так и ощущение вот мне тоже во время проектных работ легче на себя надеяться чем на других я посмотрела несколько ваших шоу вы конечно прекрасно несколько номеров вы прекрасно вместе слаженно работаете потому что ну вот видно прямо и вот вопрос вы выходили какой у вас был первый номер на ледниковом периоде потому что я смотрела смотрела частично вот можете рассказать немножечко но первый номер это была наша произвольная программа это нам его поставили наш тренера а вторая программа нам поставили ее уже наставники в этом шоу а что вот в чем разница я видимо не понимаю наставники тренера что когда запутаны все но разницы так то нету просто ну можно я предположу номер который ставит тренер мы имеем ввиду кировского тренера да которая с вами здесь работает все таки номер он в первую очередь ориентирован на выступление в какое в какой-то спортивной программе то есть да на соревнованиях а шоу чем отличается там должно быть каких-то зрелищных элементов да чтобы публика восхищалась да я правильно понимаю шоу можно разные предметы дополнительно использовать в программе ну уже где на соревнованиях нельзя разные дополнительные то есть там четко вот ты выполняешь это ты выполняешь это все пошли понятно слушайте мы тут собрались не только чтобы беседовать но чтобы задавать вопросы и вот сегодня да кто хочет задать первый вопрос вопрос прозвучит а потом мы вернее чем миша с соней озвучит призы какие прыжки существуют фигурном катании вы слышали вопрос какие прыжки существуют фигурном катании напоминаем наш номер 211 101 давайте упростим задание хотя бы одно название вот это специфическое прыжка фигурном катании назвать будет хорошо если знаете несколько прозвучит но за один правильный ответ мы уже готовы вручить приз а какие призы сейчас озвучим начнем наверное с энциклопедии книг энциклопедия города россии энциклопедия мотоциклы энциклопедия горы и полярные регионы эдуард веркин настоящее приключение остров последнего злодея александр раскин как папа был маленьким крис коламбус битва чудовищ совиный волк фукусима или история собачьей дружбы также у нас есть такой большой приз звездное небо парад планет наклейки светящиеся в темноте а приглашение озвучит мой коллега миш пожалуйста а приглашение у нас сегодня такие приглашение на двоих в театр кукол на спектакль за золотой ключик с праздничным мероприятием 15 июля в 11 00 также у нас есть приглашение на двоих кота кафе зоки а еще у нас есть приглашение на двоих кинотеатр смены на двоих мы принимаем звонок видимо у нас есть звонок мишки миши давайте алла алла привет как тебе зовут не зовут полина сколько тебе лет не действует где ты учишься школе 18 и ответ на вопрос мы у вас там холодно сказали слово тулуп подключайтесь потому что мы то не знаем есть такой прыжок тулуп и аксель аксель тоже есть такой прыжок ты молодец а еще какие да вот есть знаешь флип луц риттбергер сальхов сальхов так прозвучало сальхов получается всего шесть названий тулуп аксель и вот четыре названия шесть ну что два прозвучало ты молодец и мы слышали что тебе кто-то там подсказывает это очень здорово потому что всей семьей всяко лучше чем одному мы наверное передаем тебе в руки нашего редактора ты получишь свой желанный приз давай пока а я предлагаю следом следующий вопрос задать потому что позвонок раздался очень быстро да очень очень среагировали как-то такой среди наших молодцы вообще интересно из-за чего возникло название коньки из-за чего возникло название коньки такой интересный вопрос потому что на коньках я думаю катается многие а название знают не ну не все так давайте уточню из-за чего то есть ввиду каких-то обстоятельств или мы имеем ввиду происхождение слова коньки от от какого слова оно произошло а то есть какое-то обстоятельство было историю история было событие какое-то было да а ну хорошо все не будем уже не будем запутывать слушателей давайте наверное продолжим разговор и у меня снова вопрос к сергею сергей вот смотрите что подтолкнула зои или вот вы повлияли на ее решение или она сама там захотела как-то встать на коньки но мне кажется в таком маленьком возрасте конечно и не знаю ну я уже говорил что мы пошли за компанию то есть мы не стали себе абсолютно никаких таких целей там стать чемпионами или абсолютно было простое желание научиться кататься на коньках составите компанию сестре и вот это послужило началом того что мы сейчас но признайтесь что то обстоятельства что кировская школа фигурного катания в общем-то на хорошем счету наверное тоже сыграла брафия не прав да конечно уважаемый ведущий вы знаете я знаю что считается что кировские фигуристы очень способны и что там одни из самых красивых движений но вот если честно я за этим не так слежу чтобы прям знать наших фигуристов фигуристов оксана домнина ну что оксана домнина слышали все ведь она для вас пример зоя дим вот так если уж говорить что-то за странное имя какой-то вопрос возникает и у нас кстати есть ответ да звонок давайте привет привет как тебя зовут представься пожалуйста вика вика смотри ты вот заболела вчера за нашу команду до болела ты большая молодец потому что ну поддержка важна и сегодня как ты знаешь у нас прозвучал вопрос и я думаю ты знаешь на него ответ и хочешь ответить слово коньки слова коньки так назвали потому что раньше полозья коньков украшали фигурками коней это абсолютно правильно а можешь поподробнее рассказать или ты просто или ты просто прочитал что вот украшали но миша и конечно же вика молодцы века мы тебе передаем нашему редактору ты получишь свой приз удачи миш расспроси пожалуйста вот мальчик с мальчиком сейчас димы пообщайтесь поподробнее как он пришел фигурного катания его тоже туда просто так отдали чтобы не болтался нигде или и других массу тебя вопросов конечно а вот когда я смотрю ваше выступление то ты поддерживал зою как это больно нет когда те коньком наступают на коню не это вообще не больно я уже привык угрозы отрезать пальцы нет нет но все-таки поподробнее бы хотелось вот я думаю там довольно толстое покрытие раз уж у нас мужской разговор дим да мужчина сила должен партнершу поддерживать не уронить ни в коем разе ведь тут тоже наверно тренировки отдельно нужны и важны расскажи пожалуйста о них как ты свою силу нарабатываешь я дома качаюсь как поподробнее ну что берешь руки отжимаюсь там подтягиваюсь это обязательно условия для мальчика фигуриста да обязательно нужно развиваться были такие случаи когда вот ты держишь свою партнершу зою и прямо вот уже думаешь господи еще секунды еще две и я ее точно уроню пусть этот момент побыстрее закончится вы бывает такое нет нет не бывает ну или все-таки тренеры наверное учитывают что ребята еще юные да и вот на продолжительное время такие силовые какие-то элементы не даются учитывается да сергей подскажите конечно правилами предусмотрены элементы которые ну по мере роста мастерства спортсменов добавляются в программу сложные элементы для детей вообще запрещены и поэтому каждый вот свой возрастной свою программу они включают элементы которые могут делать и безопасны для здоровья спортсмен но если успешно продолжать этим заниматься то элемент становится сложнее сложнее ну я думаю зоя здесь более расскажет подробно как оцениваются элементы как они по степени сложности варьируются тебе слово ну у каждого элемента есть уровень и в каждом разряде есть максимальный уровень до как ну до которого может быть сложность оценки элементов зависит от сложности и они все распределяются по уровню ну вот например возьмем тот же самый тулуп назван можем на этом конкретном примере рассмотреть его сложности он бывает двойной насколько я помню тройной четверной да то есть двойной тройной четверной это количество оборот оборотов которые делает спортсмен во время собственного исполнения прыжка вот продолжай чем больше оборотов тем более сложнее прыжок ну если даже если четверной прыжок и он сделан не чисто то за него дадут но меньше чем за чистый прыжок четверной а можно рассказать поподробнее о больной системе которая сейчас существует фигурном катании там сколько баллов начисляется за что но всегда по-разному но насколько максимальный балл можно получить но сейчас в новых правилах 5 баллов 5 баллов как в школе пятибалльная система дает ведущая у нас вы там заснули нет вы не заснули у меня вот есть небольшой во первых вопрос к зое и вопрос к слушателям у нас еще потом будет вот зоя и дима вот вам не страшно падать например что такое чувствовать падение ты уже понимаешь что ты падаешь например ну если вот первый раз когда падаешь может немножко больно но потом все равно привыкаться и уже ну не больно просто не страшно или дай ну нет не страшно но бывают падения в которых больно но ну и редко дарит у нас нам хочется задать вопрос нашим слушателям нир за дашь а еще дима не задавал дима давай хорошо дима симонов из чего были сделаны первые лезвия для коньков да да вы слышали вопрос из чего были сделаны первые лезвия для коньков но тогда они наверное лезвиями не назывались ну возможно нет это мы сейчас называем так наш телефон напоминает 211 101 мы ждем вашего звонка давайте продолжим наверное разговаривать миша а вот у вас в начале выступления зая сказала то что хотите к татьяне навки а когда вот уже докатались до конца то у вас не разделились это поясним что в шоу ледниковый период дети были различные наставники до известные спортсмены фигуристы если смотрели голос там тоже примерно да ну по тому же принципу и можно было выбирать какому наставнику попасть так расскажите мы более подробно уже после музыкальной паузы да я думаю поговорим о шоу ледниковый период ну зоя дим вы не бойтесь давайте в любые варианты хороши давайте начнем с того что наставника можно было выбирать из какого количества кандидатов из 4 из 4 так вы выбрали татьяну навк да обоюдное было решение с димой не точно нет вы не бойтесь мнение разное это наоборот хорошо мне вот интересно почему один спорта навка наверно сейчас вряд ли нас слушать у меня вот мне вот интересно почему мнение ваши разделились и кто по каким ну вот обстоятельствам хотел попасть к одному или другому человеку не расскажи о себе ты можешь за диму не говорить дима сам за себя скажет вот почему ты именно этого наставника предпочитала просто она знает много о фигурном катании и у нее есть чему научиться многое то есть ты смотрела например шоу или вы знаешь о ней что такое что вот хотелось к ней попасть потому что она знает больше да тебе хотелось больше узнать дим давай ты тоже не бойся а вот ты кому хотел попасть вот я не знаю например я забыл просто фамилию одного наставника и выбрал наугад но ты вообще не знал фамилию этого нет специалиста нет ты просто наугад такой так я бы я не знаю я думаю это он да нет он просто хорошо запомнил фамилию илья авербух так как он забыл наставником того наставника которого можно было выбирать он просто давайте этого сказать да давайте почему бы и нет у нас подходит середина часа может мы сделаем музыкальную паузу я думаю да у нас будет изучать песня можно поподробнее ребят расскажите сейчас буквально несколько словах представьте что это сейчас будет звучать с композиции зоя это будет вальс из фильма мой ласковый нежный зверь джульетта да как я понимаю вались или как он называется метром а сейчас вот какая композиция рома и джульетта это это из 2 танца это сейчас будет или 2 так давайте послушаем а потом обсудим что мы услышали да давайте это роман джульетта и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, ведь костюмы-то у нас сегодня здесь Да, но я перед этим хочу сказать, что у нас прозвучал вопрос Был про коньки Какие, ну, из чего были сделаны первые лезвия Как мы их сейчас называем для коньков Телефон наш 211-101 мы напоминаем Ну и давайте тогда вернемся к костюмам У нас на заднем фоне висят костюмы И ребят С правой стороны от нас это Мужские костюмы, а с левой стороны Женские Вы скажите, какие красивые, ну, какие более красивые для вас костюмы? Давайте, не стесняйтесь, можно говорить Мои Зоя, есть ли любимая вещь из представленных трех твоих платьев? Вот белое платье Белое, в середине Такое нежное Оно было представлено, ну вот На кастинге Ну да, на кастинге В выступлении ребят под вальсы из «Мой ласковый...» Вот, очень красивые костюмы Вот там белая рубашка тоже висит Это Дима И платье Зои Очень красивые, такие нежные Вот расскажите, где вы брали костюмы о создании Какого-нибудь, не знаю Почему вы брали именно эти? Ну, нам шила швея их И... То есть это не покупные вещи Это все на заказ сделано Внимание Уважаемые ребята Все не просто так Слушатели, открывашки Профессиональные спортсмены заказывают для себя, да Одежду Не покупают ее Так, Зои, продолжай И мама согласовывает с тренером Ну, что нужно Надо ли стразы делать И потом мы приходим к швеи И все рассказываем Она шьет, как сказали А вот мерочки снимаются? Да, мерки, да Обязательно все это обмеряется лентой То есть это прям профессиональные костюмы То есть это не берешь в магазин Заходишь там Так, вот это мой размер Он вроде белый, берем Тут что-то немножко висит Но ничего потолстее На пару килограммов Нормально будет Или похудею надо Да У вас вот костюмы Вот я знаю вот эти два костюма А вот этот вот костюм Вот первый раз, если честно, вижу Такой, описываю Желтый костюм с розовой ленточкой И фиолетовой ёлочкой Это фиолетовый, да Молодец И у него еще стразики висят Очень много стразиков Расскажите, что это за костюм Где он фигурировал Это костюм на танец марш Как? Марш Марш Я обратила внимание Вот на синий костюм Он довольно Ну вот, выделяется Потому что он очень хорошо украшен У него такая пышная юбка С подкладом И вот я не понимаю Какой мужской костюм К нему должен был Это на вальс Это на вальс, понятно Вот этот вот Вот этот Такой же Такой же, то есть Понятно А Там еще пиджак должен быть, да? Нет Я помню, что Вот просто Черный низ Белый верх Это черная штана и ее рубашка А, понятно Строгая, в общем-то Да, да Такая школьная форма Можно так сказать Дима, ну ты-то поподробнее расскажи О своих костюмах Ты тоже заказываешь, тоже, да? У специального мастера А сколько у вас вообще В гардеробе костюмов Тоже накопилось? Ну, примерно Не обязательно точное число Больше десяти, меньше десяти? Больше Больше Тогда следующий вопрос Больше двадцати Или меньше двадцати? Меньше двадцати Как часто вообще Новый костюм шьется? Как готовится новая программа, да? Да И В этом году будет Новый обязательно танцы И на них тоже надо шить Другие костюмы Это обязательно условие Что новый номер Новый костюм должен быть Сергей, да? Платье и костюм Это основной Один из главных элементов Вообще танца Он должен соответствовать Образу Музыке Потому что это Составляющая Неотъемлемая часть За костюм вообще Оценка ставится? Или Или такой оценки Вот отдельно нет Но это все входит в понятие Ну, не знаю Артистизм Ну, тут не оценивается Нет То есть главное Что вы делаете? А костюм просто Дополнение Чтобы Ну, образ создавался, да? Да Ну, они смотрят, конечно На костюм Но за это Не ставят ничего То есть просто, да? За это снимают? Если костюмы сделаны Ну, да Если он Если есть Открытые места Может Если много их очень То за это Может снять баллы У партнерши Все-таки Некая строгость Да Должна присутствовать Во внешнем облике Миш Спроси про стоимость костюмов А вот вообще Сколько обходится Вот это выступление Это вот Один костюм Вот Сколько вообще обходится Дорого? Чтобы шить одежку спортивную Сколько это все стоит? Расскажите Я не знаю, сколько А, ну, к родителям Естественно, вопрос, да Сергей Стоимость разная Я могу только Какие-то рамки Задать То есть это От 20 От 20 тысяч И Там До 50 Один костюм Да, одно платье Подождите Только одно платье, да? До ведущих программ Открывашка дошло До 50 Нет, подождите Вроде бы Как бы То есть Это ткань так дорого Получается Стоит? Это все Работа, фурнитура И так далее Да, надо стразы И ткани Боже Господи Как же это Трудно все Дим, напомни Ой Миш Напомни, пожалуйста Вопрос, который ты задавал И, наверное, уже Нужно дать ему ответ На него ответ И ты пояснишь Что к чему И мы будем Переходить к следующему вопросу Это Дима задавал про коньки, да А, Дима задавал вопрос Да У нас Из чего были сделаны Первые коньки Ну, поскольку Никто не отвечает Давайте ответим сейчас На этот вопрос И будем задавать следующие Миш Что ты говоришь У первых коньков Лезвий не было Они сами полностью состояли Да? Дима, а ты что По этому поводу думаешь? Мне сказали ответ Да Они были сделаны Прямо из Прямо из Костей животных Из костей животных Вот так вот Вот катались на коробе Какой-нибудь такой, да? 200? А брали косточку И делали ее острой более Это было В незапамятные времена Когда многие вещи делались Из костей Добытых, так скажем Человеком животных Ножи делались из костей Да? Какие-то предметы Ухомые утвари делались из костей Ну, вот Это уже потом стали появляться Какие-то с добавлением железа Потом полностью железные Вот дошли Вот до коньков Тут, наверное, уже фантазия некая пошла Да, фантазия некая Хорошо Как соединить кости железа Да, да, да Ладно Неважно Главное, что у нас в студии Находятся коньки Это Зои, как я понимаю, коньки Да Вот откуда они? Мне интересно просто Мы их купили в Москве А для какого? Давайте опишем сначала их Вот как они выглядят Белого цвета Да Понятно, что девчачьи Если уж можно так выразиться Ой, у меня были коньки Они вообще смехом были Так что как бы Непринципиально Вот эти коньки Ты их для выступления Какого-то покупала Или просто потому, что Те коньки вышли из строя Какие-то Нет, просто те коньки Мне стали малы И надо Ну, на каждый сезон Покупать новые коньки Сейчас у нас в студии Находятся два Просто белоснежные Ну, были когда-то Белоснежные коньки Хотя сейчас Они в хорошей форме Они на шнуровке Зои, покажи На липучках коньков не бывает Мечты, мечты, да О, Господи Какой милый чехол Натуральная кожа Белая, каблучок Все Очень изящные коньки Расскажите Для тех, кто еще никогда Не держал в руках коньки Еще только готовится Возможно, встать на них И покататься Из каких основных частей Коньки состоят? Дим, расскажи Из лезвия То есть это вот металлическая часть Которая, собственно, скользит непосредственно Да? Да, лезвие и ботинка Как подбирается коньки? Размер в размер? Или все-таки нужно Учитывать? Ну, побольше Побольше А для чего? Запас был, чтобы Да У меня такой вопрос У меня есть две подруги Они занимаются не фигурным катанием А конькобежка И у них такие тяжелые Массивные коньки Реалитетные Старые Или у кого-то вообще новое Но они тоже весят Господи Как будто бы 10 килограмм Поднимаешь Тебе прямо очень тяжело Вот смотрите У вас они полегче Или в чем разница? Вот знаете? Да, конечно, знаю Они полегче Ну Я как человек Начинавший ездить в детстве Именно на беговых коньках Я-то знаю Чем отличаются они У них лезвия длинные очень И У конькобежных У них отрываются они даже То есть они отделяются? Они нестационарные А, все, я поняла Так То есть они полегче И они подлиннее, да? Ну и сам ботинок Другой вообще Сейчас позвонят какие-то Люди, которые прекрасно катаются На коньках И скажут Да нет же У нас вопрос у тебя есть следующих С коньками связан, да? Давайте зададим его Есть кого-нибудь 211 и 101 Зоя? Давай Чем отличаются танцевальные Ботинки Ну, коньки От одиночных? Вот это поворот Я даже не знаю, что это Вот чем лезвия и ботинки Отличаются все вместе Лезвия тоже отличаются Давайте поясним Танцевальные и одиночные То есть мы имеем ввиду Одиночные Одиночных спортсменов Которые выступают Они на одних коньках А когда пару У них коньки другие Да Ну, может быть Не сиясость прыжковая Как бы коньки В которых можно прыгать От тех коньков Которых танцуют А на каких можно прыгать? На одиночных На одиночных Понятно Это чтобы не запутан В общем, одиночные коньки На них можно прыгать Чем они отличаются От тех коньков Которые используют Выступающие в паре Спортсмены Давайте про коньки Еще поподробнее Я такие не понял Дима, а почему Нужно выбирать Всегда коньки На размерчик побольше На сколько Ну, потому что Они очень дорого стоят Запас Чтобы потом Вырастет нога Не, я думал Может там Шестяной носочек Какой-нибудь Надеется Да, кстати Вот насчет этого Вам не холодно? Когда вы катаетесь Или там тепло Я вообще в футболке катаюсь Ну, ты молодец вообще У него поверх этой футболки Кофта И когда жарко становится Он снимает кофту Сколько коньков У спортсмена должно быть? Два Ну, нет Пару я имею ввиду Одни? Да Одни и те Которые на тренировку И те, которые на тренировку И те, которые на выступление Это одни коньки Да Всегда И по размеру По возрасту Они подбираются Нет, я просто думал Может есть запас У фигуристов А, то есть 20 коньков Я сегодня беру Синие, а завтра зеленые Это совершенно не так Потому что для фигуриста Фигуриста с этими коньками Ну, как сказать Он чуть не спит в этих коньках Это одна пара Он к ним привыкает Потому что Когда покупаются новые коньки Первое время Даже элементы Ну, не получаются Неудобно, да? Да, неудобно Все что-то мешает Нужно какое-то время Чтобы к этим конькам привыкнуть У спортсмена всегда одна пара Но потом появляется другая И так вот Одновременно одна пара У нас остается Я смотрю Так, вам часы У вас перед вами часы 10 минут Нет, почему? 10.44 А, ну у нас 10 минут остается Слушайте Мы вот как-то все вскользь упоминаем Ледниковый период Дети, наставники Навка Давайте об этом поподробнее поговорим Как ребята вообще туда попали? Миша, давай продолжай Вопросы твои по поводу Шоу На первом канале Когда я вот смотрела повтор То там было То, что Дмитрий хочет идти к Авербуху А Зоя к Навке И вот ведущий сказал И поэтому с ребятами работает Максим Тройков То есть третий вариант был выбор Да Ну тебе интересно Как вообще ребята-то попали на шоу? Ну это да Спроси, пожалуйста А как вы попали на шоу? На шоу, да Ну Там был Ну отбор И на нас смотрели И Не-не-не, давайте вообще сначала начнем С самого начала Как вы узнали о том, что можно туда попасть Выступить То есть, возможно, вы катались Занимались себе И вам сказали Так, вы хорошо катаетесь Вы идете Или как это было? Мы даже не знали, что Ну есть такое Мы просто Ну ходили, обычно тренировались И потом нам сказали Что там через неделю Вы идете на этот проект Как все просто, да Кто сказал? Кто так сказал? Ну, тренер А тренер у нас кто? Садырина Екатерина Анатольевна Ваш тренер непосредственно здесь В Кирове, да? Да Ну, она сейчас в Нижнем Новгороде У нее сборы А, ну понятно Нет, то есть вот именно было так Вы пойдете на этот проект Или было так Ребята, тут вот есть программа На Первом канале Есть возможность поучаствовать Хотите? Нам предложили, да А, предложили все-таки А то уж я думал В приказном порядке Так, на Первый канал Многие только об этом мечтать могут В студии у нас фильм Живо И так далее Ну, Дима, подхватывай свою партнершу Как вы отреагировали на это предложение? Шок Я немножко помогу Да, Сергей Может, ребята даже всего и не знают Пара катается на хорошем уровне И для проекта Со всей страны Подбирали Для кастинга участников Для того, чтобы достойно Достойно выглядеть На экране С номерами В том числе Было сделано предложение нам Мы отправили Видео выступлений Значит, предварительно Они посмотрели Ознакомились И подтвердили Что нам все нравится Приглашаем вас на кастинг Видео записывали специально? Или это были съемки Выступлений предыдущих На каких-то соревнованиях? Да, мы отправили съемку с Будапешт С турнира в Будапеште С произвольного танца Поэтому Они все посмотрели Сказали Да, нам нравится Приезжайте Будем смотреть Ну, а дальше, наверное, все знают Был произвольный танец Они выступали с произвольным танцем Напомним, когда это было Когда можно было видеть Это было весной этого года Это 1 апреля 1 апреля 1 апреля выпуск вышел Ну, и дальше Все уже все знают Все видели Что пара понравилась Три наставника Выбрали Захотели к себе ребят Ну, наши ребята пошли А там прям говорили Что это пара из Кирова Да Город Киров Да, город Киров Славится там Своими хорошими фигуристами Там говорили Что из Вятки Сначала сказали Потом уже Киров Потом снова Вятки Ихлынов-то не упоминали? Нет, Ихлынов вообще не дошли Я уже боялась Что их Ихлынов там скажут Но остановились на Кирове К счастью Да, к счастью Говорили, что у нас Очень хорошие фигуристы Что девочки очень красивые Сказали То есть Ну Объявили же как-то Выход Ну это я смотрела шоу Я не уверена Может там на выступлениях Еще каких-то по-другому Представляли Вот А как вас представляли На нескольких шоу И просто Один текст записан Так Так Это ребята из Кирова Повторяем тот же текст Что и раньше Или как? Ну просто Говорят Ну на лед На лед приглашаются И Фамилия и имя Да Понятно То есть все Намного проще Чем вы думали Все в одной корзине Такой Чтобы особо не выделять И сколько получается Вы пробыли на этом проекте? Сколько дней Непосредственно провели? Дим Сколько? Поближе к микрофону Ну Около месяца Около месяца Целый месяц? Ну меньше месяца Это периодически Мы приезжали Приезжали Недели три Но Мы на еще неделю Обратно в Киров ездили А А как это сказалось Прошу прощения На вашем Обучении Вы же еще и школьники Ну я Точно Они же школьники Я уже представила Что только спорт И все Мне одноклассники Скидывали дома А то есть все не так просто Целую сумку Тетради И учебников С собой брала Там делала уроки Ну Я думаю Что Вы же активно Участвуйте В всевозможных соревнованиях И наверное Как и у любого спортсмена Этот вопрос Согласован Да по учебе Все таки Педагоги должны Идти на встречу В этом случае А кстати Раз уж мы об этом Немножко заговорили Какие оценки у вас В обычной школе Дим Какие оценки Я ударница Ударница Четверки Пятерки Пятерки Две четверки Вы годовой Одна четверка В четверке Дим А у тебя как Постоят дела У меня Ну только Несколько четверок И все остальные Тройки Тройки Хорошо Это не основная Тема Нашей сегодняшней Программы Это вообще не важно Да Вообще не важно Есть люди Которые очень хорошо Знают свое дело Но у них Не лучшие оценки Времени остается Не так много Зоя Я предлагаю Сейчас дать ответ На вопрос Заданный тобой Чтобы мы сделали Все такое открытие И запомнили Чем же Нам вообще интересно Потому что Такие непонятные слова Чем же отличаются Коньки Которые используют Танцевальные пары И одиночники Фигуристы И так Чем они отличаются Вот я вижу Зоя начала Расчехлять Торжественно Так открывают У танцоварских коньков У них пятка Под каблуком Ну прямо вот так А у одиночных У них длиннее Ну вот каблук И они дальше Туда лезвие проходят Это одиночное Получается Да Вот лезвие длиннее У одиночных коньков А у нас Короче Пят Из чего Сделаем вывод Что если лезвие Покороче То маневрировать Возможности побольше Там Да Танцевать Различные фигуры И Зубцами еще Отличаются Ну я конкретно Не знаю Чем зубцами Но Но отличаются Но отличаются Да И Задник Ниже У них Точнее у нас Вот такой низкий А у танцоров Прям вот До сюда Ой У одиночников До сюда То есть чтобы Было просто Чтобы кататься Можно было Это все не просто Чтобы кататься Это все строго Выверенно Это по миллиметрам Вообще Что вы думаете Ножки не повредить Ножки чтобы не повредить Чтобы все было хорошо Так я предлагаю Вопрос какой Давайте несложный Зададим Все таки 211 и 101 Есть несложный Миша вопрос Давай Кто привез Коньки в Россию Боже мой И кто же Кто картошку привез В Россию Кто коньки привез В Россию Он бороды брил Нет Не он Я не уверена Может и он Я не знаю Он город основал На Неве Сейчас вообще Начнется история России Я просто хочу Чтобы нам Позаводили Выиграли Он Не он Я не знаю Честно я не знаю Он Он Хорошо Все он Короче Телефон 211 211 Звоните Пожалуйста Это вообще Очень просто Простой вопрос Если что Я позвоню сама Времени остается Немного Давайте о планах Расспросим Да Что планируете делать В будущем Недалеком таком Но будущем Спортивную карьеру К чему вы сейчас Готовитесь Не бросите Или через два года Знаете Так иногда Делают Подожди Давай по порядку Мы Сейчас накатываем Новую программу К новому сезону И К новому сезону Новый сезон Это что Что он будет Себе включать Каждый год Новая программа Должна быть И как бы Новый сезон Каждый год Уровень соревнований Хотелось бы знать В котором вы будете Участвовать Что это за турниры Папа Сергей сказал Что в Будапешт ездили Это что были за соревнования Как назывался Санта-Клаус Это ежегодный В декабре месяце Турнир Проводится Международный Он международный Из разных стран Да Совершенно верно И называется он Санта-Клаус-Кап И там участвуют Высокого уровня Спортсмены Разного возраста Тут надо пояснить Для тех Кто разбирается В фигурном катании И сейчас слушает нас В предварительной беседе Сергей Вы говорили Что ребята Вот такого возраста Зоя и Дима 9-10 лет Они пока еще Не в массе спортсменов Они еще Они еще дети Можно так сказать У них пока нет Никаких зачетов Они чуть позже будут Это называется Ноу ИСУ ИСУ это Международный фигурный катание Да нет же пап У нас другой разряд Это сейчас До этого Вы были вне рейтингов И вне соревновательных Вот этих вот Таблиц Где ведется рейтинг спортсмена То есть они как бы Не попадают А сейчас это пошло А сейчас Сейчас это уже долго Взрослая жизнь начинается После 10 лет В 9 лет В 10 лет взрослой жизни Начинается Соня Миша Мы продолжаем разговор Так мы продолжаем Беседовать с нашими гостями Да мы немножечко О планах Отключаемся Да мы о планах О карьере Мне вопрос Вот смотрите Очень много людей В моем возрасте Начинают бросать Свои увлечения Я думаю Вы конечно не собираетесь Но вот расскажите Что вот будет У нас немного времени Парочки слов Минутка буквально У нас полторы минутки Три минуты у нас Хорошо Три минуты Звук режиссера подсказывает Это не так сложно Буквально Вот немного слов Например я Долго довольно занималась Лошадьми И боевым искусством В итоге Плюнула На все бросила Чем 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 Боевыми искусствами С лошадьми Нет нет И лошадь Ну спортом И боевым искусством А отдельно имею Да нет Конечно Вместе Да Вот скажите мне Вот Вообще Вы хотите этим дальше заниматься? Да То есть вы будете упорно тренироваться Чтобы добиться лучших Еще более результатов Да Это просто прекрасно Это хорошее увлечение И стремление Ну вот Я не знаю Что еще добавить Раз уж вы взрослеете Да Вот сейчас мы выяснили Что все-таки Оценки ваши Уже так все по-серьезному Начинается Вот основную цель Которую вы перед собой ставите Зоя Дим Победить Не знаю На олимпиаде Победить на чемпионате Европы Мира Или пока Нет Нет вот таких четких плав Меня интересует Как раз конкретика Вот К чему вы идете К чему бы хотелось Ну вот просто Дальше заниматься в паре Сейчас можно не стесняться Сейчас можно не стесняться Никто там Вас не осудит Не боится Как говорится Это для нас просто И для наших дорогих Мечта озвученная Да Она воплотится обязательно Так что загадывайте Дим Дима такой думает Давай Зоя подумает А я глядя на тебя Понимаю Что у тебя-то что-то есть там Конкретно Ну Чемпионом мира хотел бы стать Да Чемпионом олимпийских игр Хотел бы О В паре Вместе В паре В паре В этом мы выяснили Уже хорошо Зой Ну Я думаю Что ты тоже Не будешь отставать Раз Дима собрался В паре Олимпиаду Выигрывать В паре Вместе с тобой Да Это прекрасная мечта Я думаю Ваша мечта Обязательно сбудется Все в ваших руках Нужно тренироваться А когда кстати У вас соревнования Ближайшие Вот Да вот Санта-Клаус Вы сказали В октябре Обычно Сезон начинается В сентябре Первое соревнование В конце сентября В начале октября Где-то И потом В течение года Они идут с периодичностью Раз в месяц Сколько времени нужно Для того чтобы Новую программу подготовить Ну несколько дней С нуля Вот начали катать И когда уже готовы выступать Ну надо Ну сколько Ну все лето Несколько месяцев Все лето Все лето То есть три месяца минимум Ну и можно сентябрь тоже Четыре месяца получается Да Это очень хороший разговор К сожалению наша Открывашка не вечная И она к сожалению Подходит к концерту Открывашка-то вечная Как раз Просто она прерваться должна Но по времени Да Должна прерваться Ответ на вопрос Давай дадим быстро Да Быстренький Петр Алексеевич Петр Первый Петр Алексеевич Петр Алексеевич Так это хороший ответ на вопрос Мы Ну все мы сегодня Узнали что-то новое Наша программа К сожалению Подходит к концу Еще раз напомним Да С вами были Зоя Пестова Дмитрий Симонов Сергей Пестов Наш коллега Владимир Сметанин А также мы Софья Занько И Миша Летун Спасибо Всем хорошего дня Спасибо Удачи вам ребят До свидания Спасибо